Ага, пошли в записи. Значит, так. Боршель Ехид имена на странице 169, да? Ламяты там удали. Смотрим? Да. Вы как киваете, да? Выразительно, эмпатически киваете. Да, очень хорошо. Я кивать не могу, я буду выкрикивать. Шумой, я исключительно эмпатически киваю, да, очень хорошо. Значит, значит, Боршель Ехид, карагли Ехид. Выше аншеута Аид, карагли аншеута Аид. Выше уеет бавэр, карагли амэмалей. Да, значит, если есть колонность, ну, собственно, водосборник. Боро-то, по идее, по идее водосборник, это будет разница там дальше в гемаре. Это церковь. Это вав? Что, просты? Это вав? Это пакаганет. А, да, а это еще. Я просто, начиная смешно, я хочу быстренько пройтись по всему... По всему этому рояду. Значит, есть водосборник, который принадлежит приватному человеку, некому. вода из него ходит так, как ходит он, да? Ну, с водой праздник, мы имеем в виду. Значит, с водой там отдельный расклад. Пока у нас праздник, на самом деле, это стабильный расклад. Значит, если никто начерпал в праздник, в сам праздник, не перед ним, а в сам праздник, начерпал воды из этого водосборника, принадлежащего кому-то, эта вода ходит так, как этот кто-то, а не тот, кто набрал воды. Окей? Значит, если есть водосборник общий, городской, тогда, тогда наполняющий из него может носить эту воду как люди этого города. То есть, как объясняют раньше, по обычному, по обычному игру, его личные игру как бы не считаются. По обычному тхуму, на две тысячи локтей в каждую сторону, километр примерно. А если это водосборник, который как бы и принадлежит никому, принадлежит то, что называется Олейбавель, это некие общественные, общественные, ну, такие совсем-совсем общественные колодцы, тогда он ходит так, как ходит тот, кто наполняет, набирает из него воду. Ты набрал, значит, твоя рука. Дальше. Раме, заебова, афон, тнам, большую яхид, как для яхид, урминку. Шурик, 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 Шурик. Умайянота, ну, ин, рейд, ин, как для гли, коль, а там. Шурик, Шурик, Извини, пожалуйста, у Дениса был вопрос. Да. Я просто хотел сказать, вы пока сказали общественные колодец, но вроде как раз же пришли к тому, что не общественные. Да-да-да, я оговорился, что это условно как бы общественные. Ничейные, да? Да-да, в Гемаре это проясняется лучше, да. Верно. Верное замечание. Значит, что даже не в Гемаре, уже в Мишне, собственно, видно, что если мы говорим кораблями Малле, ну, по обсуждению в Гемаре, мы понимаем, что это должен быть выразборник даже не общественной, а как бы эвкер, ничей. Да, потому что иначе там возникают специфические проблемы, которыми сейчас Гемаре будут освящены. Значит, Ром поставил кушью Ромнахмуну, что в нашем Мишне написано, что из частного, водосборника, вода входит так, как входит его хозяин, а в некой Брайтселе, некой Брайтселе, в Рувин, в нашей Тосефте, в Битца, сказано, что если есть текучая вода, река там, или источник, источник, то даже если они приватные, ну, в смысле, если этот источник находится на частной земле и принадлежит кому-то, то вода в нем ходит как получится, как у любого человека. Раша объясняет, что даже не как амималей, даже не как тот, кто наполняет, а вообще, если это ведро воды из этого источника передается там через десятые руки, то тот, кто его получил, может носить так, как ему самому дозволено. Это называется кораблей коляда. И в Рувин, здесь противоречие, потому что тут частный источник, тут частный колодец, какая, собственно, разница? Амарова, ахабамай аскинам, бемахуна сын, ваидмарнами, амараабхиебар, авинамаршумэй, бемахуна сын, здесь, то есть в нашей Нишне, речь идет про воду, которая собрана, то есть как бы начерпана, то есть как бы она уже, это вот то, что мы говорили в прошлом году, она перестала быть явлением природы, доступным каждому человеку, и стала чем-то, что я как бы налил в некоторый сосуд, да, то есть по сути дела бор, о котором говорит Мишна, водосборник, это просто большая чашка, большое ведро, вот, и поэтому вода в нем может считаться логически принадлежащей кому-то, а в случае источника принадлежит кому-то только имущественное право распоряжаться этой водой, но не логическая вода, вот, 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 тут есть а что значит имущественное право распоряжаться, если очень просто, ты Соловьева про Хаджуна Средину читала, что, что, историю про Хаджуна Средину читала, Соловьева, мы все зачитали в юности, нет? Но там одна из основных тем, что там есть хозяин Арыка, который как бы Тарык на ключик запирает, в смысле, я могу тебе дать право пользоваться моим источником, а могу, могу, могу не дать, если ты придешь с ведром к моему источнику и начерпаешь из него воды, ты у меня украла воду, ну, в смысле, украла право пользоваться этим источником, я могу тебя привезти в суд и присудить к штрафу. Если я тебе дал доступ к этой воде, то логически она становится ничья. А, да, да, я вспомнила, правильно. И неудочественно она принадлежит как бы мне, а логически никому в этом все дело. То есть различается как бы право владеть что-то с ней делать, пользоваться и как собственность, да? Именно так. Именно так. так далее. Переходим к этим улейбавэль, которые самые интересные. Вашилюлейбавэль караглеямэммалэй итмар. Милаванатанглэхавэро равнатнахманамар караглеямишэмитмалуло. Равшиштамар караглеямэммалэй. Да? Теперь если некто набрал воды из вот этого так сказать общественного источника, который никому не принадлежит, который для паломников, если некто набрал воды и передал другому, равнатно говорит, что он может ходить, то это вода, это ведро может ходить, как тот, кому это набирали. То есть, если я попросил тебя, то по-моему, не по-двоему. А Равшишт говорит, что именно по тому, кто набрал физически. Бымайкамэпалге в чём суть спора? Масавар бирэдэркэругу у масавар бирэдэшутафэгу. В одном случае человек считает, причём так не путан порядок, как мы поняли в прошлый раз, что тот, кто говорит кироглейм мишу нитмалулу, считает, что это считает, что это сейчас бирэдэшутафэй. да, потому что потому что потому что потому что потому что в этом случае человек может послать другого осуществить собственное право набрать из него. и тогда получается, что шлухок и ядот, да, то есть в этом мы не до конца разобрались в прошлый раз, если я правильно помню, что почему так получается? Потому что если этот колодец принцет всем в партнёрстве, да, всем евреям, то тогда каждый из евреев, у него есть право как бы пользоваться этим колодцем. Теперь один из них может осуществить своё право через посланца, то есть попросить кого-то, чтобы он сделал это для него. Но право будет осуществлено им, а не тем, кто физически зачерпывает воду. Вот. Тогда приобрёл эту воду он пославший, а не посланец. Так всегда бывает в ситуациях с посланцами. да, когда я, если я прошу, ну, классический случай, если я прошу кого-то обручить мне жену, то она обручена мне, а не ему, да, ну, в смысле, это не он становится её мужем, а я. Вот. То же самое с ведром, да, это легко запомнить, да, если с мужем понятно, то и с ведром тоже понятно. Значит, если я кого-то попрошу запомнить мне ведро воды, то это ведро моё, а не его. И не ходит оно, как я, а не как он. Вот. Теперь, если это, если это колодец вообще ничей, то тот, кто первый стал того и тапки, да, кто, значит, набрал физическое ведро, тот как бы нашёл его на полу. ну, я иду-иду себе по дороге и вижу ничейное ведро воды. Я его беру. Теперь оно чьё? Моё. Я могу, конечно, кому-то отдать, но если это произошло в Йонт, всё, вот этот вот весь процесс произошёл, то ходить оно, может, как я, а не как какой-нибудь другой человек. И тогда получается хорогляем амалия, да, как тот, кто наполняет. Извините, пожалуйста, а если вот в Йонтов я увидел и попросил у кого-то, вот, возьми мне ведро, то тут... А неважно, неважно, если это Эфкер, то тот, кто его поднял физически, он и его и приобрёл. Почему он не может быть посланником в этом случае? Потому что, это Эфкер, потому что там, похоже, что там не работает. Да, интересно, образ действительно посмотреть. Об этом есть некое рассуждение в Бау-Мицея, как пишут раньше. в общем, получается так, что... Дело в том, что мы не можем в Йонтов... с Эфкером там отдельная история. Там тот, кто его реально поднял, тот его и приобрёл. Ну, это так же, как с невестой. Даже не ровно, как он шлиху, да. Это так же, как с невестой. Если мы пришли вместе, то ты не можешь кому-то поручить, чтобы он за тебя обучился, если ты стоишь рядом. Как раз в ровно, почему не могу? Если ты стоишь рядом, какой смысл? Как-то, ну, я не знаю, какой смысл, но смысл может быть никакого, а может быть, а может быть, наоборот, может быть, как бы, ну, там, я не знаю, соображение почёта, например, там, если царь, как бы, приходит и посылает своих... Не знаю. Короче, это тут не имеет значения вообще. Невеста не Эфкера, но случай с Эфкером, тот, кто его поднимает, тот его и тот его имеет. Он может его потом передать кому-то еще, конечно, но тут почему-то, я действительно не знаю, почему, тут нужно глубоко учить вот это субьёба Абмицина, который ссылается в Раши, но случай с Эфкером законы шлифута здесь не работают. Как бы, тут кто первый взял, того и тапки. Да? Ань, ты появись обратно, мне так, тебе не хватает. вот, значит, короче, вот так. Эфкер и Роваль Равнахмад, который считает, что, который считает, что это Биро-де-Шутафы, Арини Олега-Хэры. А, и мы переходим, тут у нас есть, есть некоторый свитч, мы переходим для объяснения этой проблемы, переходим к законам Недера вообще. Да? А, как мы говорили уже в прошлый раз, в трактательной Дарьбул трактат обсуждается вопрос идиотских, идиотских обетов, когда человек дает, ну, там действительно много материала на тему того, что человек говорит в сердцах, или там, не знаю, как по здравому замышлению, это не важно. Нет, это важно, когда он будет потом просить разрешение этого надо. Вот. Когда он говорит, что, все, все, я как бы Богом клянусь тебе, от тебя мне больше ничего не надо, я никогда от тебя ничего больше не возьму. Ну, или наоборот, Богом клянусь, что ты от меня больше ничего никогда не получишь. Да? И то, и другое, это вполне вполне действительные обеты, да? Другое дело, что идиотские, но, как бы, такова природа любого обета. Это, кстати, очень любопытный переход, мы немножко этого коснулись в прошлом, любопытный переход от библейского понимания обета к эталмуническому. Библейское понимание обета, это, обет это нечто священное, это, это как бы, это вещь, которую нарушать ни в коем случае нельзя. Да? Это, 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 и это ценная штука, это как бы, человек, который хочет, как бы, сделать что-то хорошее, он дает какой-то хороший обет. Ну, там, принести жертву обычно. Вот. И, 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 рассматривая ситуация совсем, и, 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 а тем более, что когда жертв уже нет, да, храма-то нет уже, жертв-то уже нет, а обеты-то остались, значит, эти обеты становятся, по сути своей, бессмысленными, и, 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 и поэтому придумывается механизм их разрешения. Подожди, я не понимаю, Шурик, я не понимаю, если, когда нет храма, то никто же не будет приносить обет, вот, так и так, и я принесу жертву. Ну, во-первых, может. Подожди, не понимаю. Почему у тебя нету никакого, нету никакого метафизического, метафизического преграда лично тебе или лично мне дать обет принести жертву. Другой вопрос, этот обет будет невыполним, в том-то и дело. Понимаешь? Ну, странно, но ведь если ты даёшь невыполнимый обет, так это же уже не обет. Как это не обет? А что же ты, по-твоему? Это обет, но идиотский. И главное, что эти обеты переносятся, когда ты говоришь, что я принесу жертву, я могу сказать, если в мои дни будет построен храм, я обязуюсь принести там 100 быков. Ну, другой вопрос, у меня нет 100 быков, но как бы вдруг появится. Это нормальный, вполне действующий обет. Другой вопрос, что в отсутствии храма само понимание обета как бы переносится в бытовую область. Когда вместо того, чтобы я говорю, что я принесу жертву, я обычно говорю не это, я обычно говорю, хрен-то с меня чего получишь, когда… И при должной формировке это тоже действительный обет, он такой же действительный, как любой обет в Писании, как тот обет, за который там умерла Рахель, если кто-то помнит в книге Береши. Когда Яков дал обет построить жертвенник сразу по возвращению израиля, но промедлил. Ну, есть такое толкование, что Рахель умерла, потому что Яков не сразу построил жертв. И когда я говорю, что хрен-то с меня чего получишь, это точно такой же обет, как и вот этот. И расплата за него с небес настолько же увлекается желанием. Поэтому мудрицы придумали способы от этих обетов избавляться. И поэтому, собственно, и говорится там, я уже не помню, сейчас где-то, я недавно учил, Хагига, что ли, что «Отарат на даримбурах от баагир» у разрешения обетов нету библейского основания, обоснования. Оно че-то целиком-то мудически придуманное. Да, что можно пойти к мудрецу, он будет спрашивать, задавать тебе некоторые вопросы, ты на них будешь каким-то образом отвечать, и если он решит, что ты дал обет по неразумию и недостаточной информации, то он скажет «Ладно, иди отсюда, можешь не делать». Но такого механизма в Танахе нет. Да, и быть не может в некотором смысле. Это просто интересная подробность про обеты, да, раз мы туда заглянули. А вот, а заглянули мы вот про что. «Идти в руваль равнаху, на арене олеха кхэреем». Это понятно пока, да? Если говорит, что моё имущество для тебя запретно, то тот, кому, на кого наложен обет, ему запрещено пользоваться моим имуществом. Если он говорит, ты мне запрещен, то я у тебя ничего не могу брать. Если он говорит, я тебе запрещен, а ты мне, то они друг у друга не могут ничего брать. Но им разрешено браться из колодца до паломников. Ну или вообще, им запрещено, разрешено пользоваться вещами для паломников. Но запрещено пользоваться, так сказать, общественными службами. Общественными городскими службами. То есть получается, что статус, статус улей-бавель, статус вот этих предпаломнических институтов, в частности колодцев, иной, чем статус, так сказать, общественных служб. Да? Ну, грубо говоря, это вам не трамвай. Трамвай — собственность, как бы, города Иерусалима. Иерусалимский трамвай. Собственность города Иерусалима. На самом деле нет. Но если бы это так было, то на нем могли бы ездить иерусалимцы, а другим разрешать или не разрешать. Да? Теперь. Но статус паломнического колодца иной. И может пользоваться вообще любой человек. Даже тот, который сказал, что он с вашими общественными службами, дело иметь не хочет. Да? Такой человек может пользоваться этими паломническими службами. И дальше разъясняется, что ли никто. Паломнические службы — это храмовая гора, все храмовые пределы и пристройки, и дворы. И вот эти самые колодцы. То есть это тот, чему может пользоваться любой, да? А? То есть это тот, чему может пользоваться все, кто угодно. Да. Причем даже те, которые, как бы, отказали себе в удовольствии пользоваться чужим. Потому что оно ничье. Из этого вроде бы как получается, что оно ничье. Это ткушья, это как бы, это процесс спора. Мы не знаем, чье оно или ничье. Равнах, он считает, что оно партнерское. Робот ставит ему ткушью, который говорит, что нет, вроде бы как получается, что оно ничье. Так нигде не говорится прямо, что оно ничье, да? Говорится, что вот так вот так обстоят дела. Вот как, собственно, ставится утверждение или утверждение в Талмуде идет часто, не всегда, но часто, в форме вопроса. Да, это тоже важная фишка. Когда он говорит, он не говорит прямо, значит, это колодец, колодец эфкер, да? Значит, это колодец ничей. Он говорит, а если ты говоришь, что он партнерский, то как же так получается? Да, ведь партнерскими вещами пользоваться запрещено как раз. Это понятно вот до суда? Мы примерно до суда учили. До суда, вроде, понятно. Вы одна... А, нет, мы еще вот это вот тоже прошли. А что-то фимши на друга на а, зе, мизе. А с уримли конесли хапсэровали фоцпопор. А, вот купаться точно колодца, да. Ну, не купаться, а мыться, да. Ведь говорится, что в Мишне, наверное, да, что если партнеры запретили себе пользоваться, ну, как бы, имуществом друг друга, то они не могут войти в их общий двор и мыться в их общем колодце. Так? Значит, получается, что колодец Оли и Баффе не партнерский. Значит, у нас, собственно, не остается выбор, да, значит, как бы... колодцем паломников, то есть, не его, не их общим, а вот... Нет, не может, конечно, потому что, потому что ведь нигде не сказано, что им может пользоваться только паломники. Понятно. Наоборот, его статус сравнивается с арабайт, которым пользуются все. Другой интересный вопрос, почему, почему его не приписывают к храму? Почему арабайт не приписывают к храму, прежде всего? Интересный вопрос сам по себе. Ну, ответ нет. Не приписывают. Подожди, не поняла, что ты сейчас сказал. Смотри, есть же, помимо тех способов владения, которые я писал, трех. Есть еще один способ владения. Нечто, принадлежащим к храму, Эгдеш. Ну, Эгдеш... А, я понимаю, почему. Потому что Эгдешем нельзя пользоваться вообще. Да? Человек, который пользуется в своих целях Эгдешем, совершает мейлю, да, святопатство. То есть, если бы эти колодцы бы объявлены были имуществом храма, то из них нельзя было пить вообще, вовсе, никому. Так что у нас остается только один вариант. Они ничьи. Из этого, кстати, следует, что из них может пить не только евреи. Если мы не можем запретить это. А что, есть где-то разве, что такое, что не еврей не может пить там откуда-то? Конечно. Еще раз. Если бы считалось, что этот колодец принадлежит партнерству всему Израилю, то да, евреи не могут пить из него. Почему? Без нашего разрешения не может, да. А здесь, получается, он вообще ничьи, как валяющийся на дороге, я не знаю, котенок. Кто первый взял, то в эти тапки. В смысле, вообще ничьи. Ответ на это такой, ответ Рабнахмана на это, очень интересный, кстати. Лерфоса Ахинами. Это мы, кстати, по-моему, не успели прочесть. Лерфоса Ахинами. Ваахаба майаскина немалот. Вот этот ответ я совершенно не понимаю, на самом деле. А ты можешь перевести? Что он говорит? Рабнахмана на это отвечает так. Он отвечает формально на последний аргумент Рабы. Последний аргумент был приведением Шны из Мадарима, на то, что они не могут мыться в общем колодце. Он говорит, а, ну тут правильно сказано, промыться. Мыться нельзя. Потому что моешься ты как бы из общей воды. А когда ты набираешь воду, то один набирает свою воду, а другой набирает свою воду. То есть как бы там есть некоторая виртуальная, так сказать, мехица, а некоторый заборчик там внутри. И как бы получается, что ты набираешь... Как это реализуется, я не понимаю. Я сейчас посмотрю в наши, и мы попробуем взобраться в это. Я сейчас посмотрю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы принимаем принцип, что можно выбрать постфактум, можно осуществить выбор постфактум, то я в тот момент, когда у меня ведро уже набрано, я говорю, это ведро мое. Не партнерское, а мое личное. А вот то, что осталось, оно уже всяческое. Да? Вот так это должно и может реализоваться. Так говорит Равнашко. Он говорит, что Денис говорит, что мы пришли к тому, что это ФКР, что это ничье. Нет, мы еще никуда не пришли. Мы еще пока обсуждаем. У Равнашко позиция слабая, действительно. Поскольку все источники, приведенные Равой, различают. Равнашко отвечают ведь только на последний приведенный источник, на Мишну и Знадари. А на первый-то он не отвечает, где различаются вот это Олейбавэль и имущество города. Поэтому у Равнашко позиция явно слабая. Но по последнему наезду он вроде бы как отмазался. Но то, как он отмазался, вызывает еще больше вопросов. Как сейчас мы увидим. Высавал Равен Ахман ешбары рай. А разве Равн Ахман считал, что можно осуществить выбор постфартум? Ваатнан, у нас есть Мишна, шкалин. Ахман, шкалин. Вот Штанцальц пишет, что это колбос по-гречески. Или колбон. Да и сказано, что это какая-то монета, которая... Да, да, да. Мелкая монета. А почему они... Они... А, что-то мне такое припоминается из шкалин. Это нужно было эту монету платить. А, а. Да, я вспомнил, как это работает. Это вот как работает. Когда ты... Значит, что такое полшекеля, да? Представляете себе, каждый год каждый еврей должен сдать полшекеля храмовую кассу. На них покупаются общественные жертвы. В основном. Вот. Но... Для того, чтобы... Для того, чтобы... Если ты сдаешь не физически полшекеля серебром, а, например, полшекеля мелочью, то потом... Полшекель — это приличные деньги. По тем временам. То... Ты должен добавить вот эту мелкую монету колбон вот эту. Для того, чтобы покрыть расходы на размин этих денег обратно. В серебро. Есть такой закон? Я помню, где это. Я это в рамбами приведу когда-то. Вот. Вот. Теперь, значит... Теперь, значит, получается у нас вроде бы как так, что отец... Что такое Ахима Шутофима? Да, прежде всего, люди, у которых только что умер отец. Да? Они в тот момент, пока они не поделили имущество, они считаются партнерами по этому имуществу. Теперь. Отец взнес за них, насколько я понимаю, отец взнес за них шекели. Но не взнес колбон. Не взнес вот эту вот монетку на размен. Теперь. Он умер. Получается, что они... Они стали... Обязаны выплатить... Сами выплатить этот самый колбон. Теперь... Так, на уровне колбона я понял. А как работает, я все равно не понял. О. Да, кто-то Масарби Мапси понимает, или никто не понимает. Масарби Мапси – это десятина от скота. Каждый год в определенное время ты проводишь весь скот свой под жезлом, пока одному загоняешь их, или выпускаешь, наоборот, из загона, и каждого десятого метишь красной краской. Не выбирая, как бы он сам должен идти. И ты какой десятый получишься, ты его имеешь в красной краске, он десятинадцатый год, а ты его приносишь в жертву в храме и съедаешь. Это не жесткая жертва, да? Она принадлежит, в принципе, тебе. Ты ее никому не отдаешь, но принести ее в жертву ты все-таки должен. Так, вот теперь давайте поймем, почему так, почему, как это работает. Сейчас, Шурик, можно вопрос по предыдущему, просто уточнить? Вот этот вот кальбон, то есть это если человек сдал пол шекеля не одной монеткой, да, серебряной? Вроде бы. Что? Да. А каким-то там кучей какой-то там меди накидал, так, что ли? А потом, ну, а, но при этом нужно ее в какой-то момент перевести в серебряную? Ну, понятное дело, представь себе, представь себе сборщика этих шекелей, он приходит там в небольшой городок, да, городок, конечно, небольшой, но там там две сотни жителей, например, две сотни мужиков, которые должны сдавать шекель, пол шекеля, да? И вот ему накидывают кучу меди. Чего он с этим мешком железо, значит, погибнет с первообратного Русалима? Он его не донесет просто. Значит, ему нужно найти там же, в городке Миняву. И все это дело отменять. Миняву работать, что характерно, не бесплатно. Он коммерческое предприятие. Поэтому, значит, тот, кто сдает вот это дело не разовым серебром, а меди, должен добавить этот самый колбон, чтобы храм не нес убытки. Храм не может нести убытки за... В смысле, твоя обязанность, как бы, храм не должен тебя одеть. Привет, Маша. Вот. Привет. Привет. А что, вы сейчас, Турмота обсуждаете? Не, мы сейчас Шкалим обсуждаем. А мы как раз с Равстряковским это все обсуждали, что золотое иногда очень менялся. Хоть его и было удобно нести, но его нельзя было часто на него менять, потому что он инфлякция очень сильная. А кто-кто? Шурик, Шурик, извини, пожалуйста. Мне просто сейчас надо отлучиться на какое-то время, слышишь? Ну, хорошо. Мне шмуль пока будет кивать. Ладно, все, сейчас я буду слушать. Я прослушала начало. Вот, теперь, значит, так, давайте дальше разбираться. Как, почему, как этот колбон с мазер-бема взаимодействует? Раша пишет так. КОЛИ СРАЭЛЬГУ СКИКУЛАТЭТ МАХАЦЫДАШЕЙКЕЛЬ ЛИ КРАБАНОТА ЦАБУР. ВЫЙТЁЛУХХАМИМА РЕМЛЯ УССИФИМ МААТАНА ЛЬЮТ КАЛГОН ЛИ ПРОТРОП. МЕКТЕЙШЕ ГЕМ ХАЦАЭЙШКАЛИМ ХАТИХОТ ДАКОТ ВЫНУХИМЛЯ АВЭЛЬ. А, то есть, даже если ты не мелочью сдаешь, даже если ты прямо полтинник платишь, то все равно получается слишком много мелких денег, ну, салютно мелких денег, которые легко потеряются. И поэтому, значит, нужно их перевести вообще в золото. Да, в крупную, в крупную деньгу. Поэтому всегда добавляйте этот самый МААТАНА, вот небольшую деньгу, чтобы их можно было разменять. Да, да, там, па-па-пам, да. УПАНИМ ШАМАХЛИФИМАТАМ БАМАНИМ, МАНЫ, АКСЛОВ МАНЫ. ВАНАПИНИМА КАЛЬБОН БАХИЛУФ. ВАШИМИ СТАРКИМ ШНАЕМ НАТАК ШЕКЕР ШАЛЕМ, ИТИ ВЛАГАЮТ ШНАЕК КАЛЬБОНИМ, ШАЛЕМИ ВХОТМИХА ВРЕЕМ, ВАЛЕМАЕРО ТАЕКДЕШЬ, АВАРА АВШО КИИЛЬ БЕШВИЧНЫЙ БАДАВ ШЕКЕР ШАЛЕМ, УПАТОРМИ КАЛЬБОН ЧАНИМ. А, вот как. Значит, смотрите, как получается. Получается вот как, что если два человека, значит, считается так, что если человек, приватный человек, дает пол шекеля, пол шекеля это такая, как эта средняя монета, которую неплохо бы обменять на более крупные. Значит, поэтому к пол шекелю прибавляется вот эта вот небольшая монетка кальбон. Всегда. У всех людей. Теперь, если двое друзей договорились, давай-ка мы скинемся между собой как-то, договоримся и дадим им просто большую монету в шеке. Большую. Или, типа, их немножечко надуем, потому что кальбон-то мы не дадим. Значит, на этот случай мудрецы поставили, что все равно они должны давать кальбон. Чтобы не отличаться от остальных людей. Но, если отец выплачивает шекель за двух своих детей, один целый крупный шекель, он поддумает кальбон. В смысле, он дает один кальбон, а не два. Окей? Это то, что здесь возъяснил Раш. И дальше. Как это взаимодействовать с Маасэр Бима? Нет, все равно непонятно. Он что-то не очень разъясняется. Простите? Что? Вот в случае отца, то есть, получается, что это как бы, ну вот не как в обмене валют, условно говоря, от суммы идет процент, а это как единая такса за саму валютно-обменную операцию, да, вот этот кальбон? В случае отца за двух сыновей, он один, а не два. И не совсем так, потому что если бы мы вдвоем с кем-нибудь объединить, не являясь как бы сыновьями отца, то мы бы должны выплатить два кальбона, как же за себя. Но когда отец платит за сыновей, он платит только один кальбон, он не платит два. Так, 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 так Раши, так Раши пишет про это дело. Да, несовременность перевести, то есть это как условно говоря одно, не знаю, там юрлицо получается. Ну как бы да, получается, да, вот как, вот видно в этом направлении. Где-то вот туда вот, да. Ну там еще получается, что это даже, похоже, что это скорее даже некоторая социальная взаимопомощь некоторая. В смысле, что он и так платит много, как бы у него дети, он платит больше, чем другие, чем те, у кого сыновей нет. Поэтому ему делается некоторая поблажка, да, он должен заплатить. Мы-то вдвоем можем не объединяться, да, каждый себе платит по своей полшейке, платит свой кальбон и привет. Вот, поэтому мы, на нас накладываются эти два кальбона. Но он-то, ему-то деться некуда, он должен платить за себя и за детей. И тогда, и ему тогда делается поблажка, ему как бы скидывают. Скидывают. Это, это скорее Анафха на, это, по, нет, в Москве живете. Это скорее скидка на, по, по налогам, вот так. Понятно, понятно, теперь понятно, что. Вот, примерно, примерно, скидка за многодетность, вот, чтобы выражать это. Понятно. Ну, вот. Теперь, у Раши, по-моему, есть другой Талмуд, потому что у него Дедбур Матхиль совершенно другой. Который я в Талмуде просто не нахожу. У Раши Дедбур Матхиль такой. Матхиль, маасер биману Эйб, коль шана байодут Ануладдим. Ва Эйддаш, шутафид. В Толима владок мимасеры, когда Таня в Бухонодку и Петер там чё-то там, мимаша и Йелиха, вручу шутафу. Пархину, гаду Бахор, кциф. Комишанинан. Име ино, он не Бахор, дейти бы шутафу, дейти в Бухонодан, татататан, Москва, точнее оно еня на масер, якобы филов к'анолу, в тфисат-абайт, кто гон, ахин, которые не исправились на кроме Ирушетан, когда они отдадут, они готовы иностранны, он говорил, что эти хрикины, шутафатм, заходу захватыванных к гостям, Вот теперь понятно, значит так, какая связь между этим карбоном и МАСЭРБИМА. Вот какая. МАСЭРБИМА, десятина от скота, платит частный человек, но не партнеры. Партнеры освобождены от выплаты, от принесения десятина от скота. Если у нас вдвоем есть общая стадо, то оно может проходить сколько угодно лет, и мы никогда не будем платить МАСЭРБИМА. А почему, почему? В трактации Бахурук есть некоторый драж на исписание, почему так работает. Так тогда всем выгоднее делать все это в партнерстве? Выгоднее. Ну, сейчас это уже бессмысленно, да? Храма-то нет. Вот. Выгоднее, да? Но не каждый на это решится, знаешь. Партнер, ты такой стрёмный партнер, тебя может хим всегда там. Вот. Значит. Вот. Значит. Теперь получается, что ахима шутафим. Да, но это не распространяется, это не распространяется, но это освобождение не распространяется на то стадо, которое братью наследовали и еще не успели разделить. Да. Такие, такое партнерство не освобождает, оно продолжает считаться единоличным владением как бы покойного отца. И оно продолжает быть обязанным платить МАСЭРБИМА. Ну, не платить, а приносить, да? Итак. То есть, получается, действительно, вот как, что если братья шутафим после смерти отца и не успев еще разделить его имущество, то они 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 освобождены от вот этой добавки к шекелю, да? Потому что это продолжает считаться шекелем их отца. Но обязаны отделять десятину от скота от того, что родилось после смерти отца. Десятину от скота отделяется только от скота, рожденного в этом году, не от всего скота. А они обязаны отделять десятину от того, что сейчас родилось. Потому что, опять же, это 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 Стадо продолжает считаться как бы единоличным владением этого отца. Оно еще не поделено. Если они уже успели поделить, но потом договорились объединить эти стадо, Это все вместе, имущество обратно вместе. То получается, что наоборот, они ПТУРИМИМА СЕРБИМА Потому что это как любые другие партнеры. Но ХАЕВИММА КАКОН Потому что Потому что В выплате шекеля они считаются для наличников. Опять же, как любые другие партнеры. Это понятно вот то, что сейчас сказано? Вроде бы я понял. А вы поняли? Там просто описываются две разные ситуации. Одна из них, когда они еще не успели поделить имущество. Тогда Одни законы, тогда они от карбона освобождены. А МААСЭБИМА должны платить. Просто нужно считать, что это продолжает считаться имуществом покойного отца. Да. Да, более непонятно. И тогда мы с ним работаем. Вот. А А А А если они поделили, а потом обратно слили, они тоже будут шутахы. Да. Они остаются братьями и остаются шутахами. Да. Но ситуация кардинально изменилась. Они наоборот теперь ХАЕВИМА КАЛЬБО, но в Туриме МААСЭБИМА. Если это перевести на язык МАСЭБИМА, то все понятно. Если это перевести на язык МАСЭБИМА, налогового управления… Да. Вот, да. Денис правильно здесь заметил. Это нужно как бы… Нужно попытаться осмыслить, да, в рамках некоторого современного подхода к налогам. Да, это действительно похоже на налог. За ними тянется как бы некоторое освобождение от налогов по отцу. Да. Но не клеится освобождение от налогов по партнерству. Да. И тут уже ты считаешь, что… А это наоборот. Значит, если они уже поделились, то все, они уже… Каждый из них частное лицо. Они ровно такие же, как… То, что они братья друг другу, уже никакого значения не имеет. Да. Они могут вступить в другие партнерства. И тогда будет ровно то же самое. Они будут «Хэйвима, Карбон, Ваттурима, Масармима» – то же самое. Да. То есть они… После того, как они разделили… И может, они как бы чужие друг другу. Все. До свидания. Дайте тапочки в роз. Вот. Значит. И… И дальше они могут вступить, а не в новое партнерство. И тогда на них будет распространяться обычный законный партнерство. Они тогда будут доплачивать от каждой каждой но будут освобождены от десяти нас кота, как партнеры. Сейчас, извини, то есть они хелевимбе кальбон, потому что они уже как бы раздельные, каждый платит да, 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 это все уже, два разных хозяйства, все. Окей. И что тогда? И что тогда? Значит, значит так. Значит так. Значит так. Так учили только про то, когда они, ну грубо говоря, оценили стоимость стада и поделили его по стоимости. Гдаим кенегетлаим и тлаим кенегетгдаим. То есть как бы могли заменить козлят ягнётами, а ягнёт козлятами. Да, нам сейчас интересно, не всё имущество целиком, да? Там дом, рабы, не знаю, земли и всё вот это вот, наличность и всё вот это вот. Это нам сейчас не интересно. Нам интересно, как они поделили новорождённый скот. Да, потому что именно он имеет отношение к Маасэр Бимау. И если они его поделили по стоимости, то есть заменяли ягнят козлят. Ну, скажем, кто-то и брак получили наследство от отца. Один говорит к другому, ну вот ягнята стоят примерно столько, сколько козлята. Давай так, мне ягнята, я баранину больше люблю, а тебе козлята, ты молоко вот любишь пить. Вот так поделим. Ну, говорит, давай. Тогда так. Тогда так, как сказано здесь, в этой Мишне. А если они поделили... Если они наоборот, они сказали, не-не-не, давай поделим всё в точности. Вот у нас есть семь козлят, да? Три с половиной козлёнка мне, три с половиной тебе. Игнят у нас восемь, значит, по четыре каждому. Тогда он говорит, тогда можно сказать, что это имущество, которое поделено типа как положено, да? Это та доля, которая ему принадлежала изначально, да, с большими шарами шуна. Что в тот момент, как помер папа, эти три с половиной ягнёнка принадлежали этому, а эти три с половиной тому. Теперь они почесали, а потом подумали, блин, ну три с половиной ягнёнка, это же неудобно. Что же вы пилить, что пополам? Вот. Давай мы обратно сольём. И тогда получается, что они слили его обратно в единое владение, в то изначальное единое владение, которое было с самого начала. И тогда они опять к турим ми хэвимбам асэрбэмам. Получается, что они и хэвимбэ кальбон, и хэвимбам асэрбэмам в этой ситуации. А почему хэвимбэ кальбон? Потому что они уже всё, они стали уже всё-таки двумя самостоятельными единицами. Иначе непонятно было бы возражение, в смысле, иначе непонятно объяснение Мишны. Мишна же не говорит, в каком случае как. Мишна говорит, если они должны приносить кальбон, значит они не должны приносить это. Если они должны приносить это, то они должны приносить то. Рав Анан говорит, что есть случаи, когда они должны платить это и то. И это как? Это когда они сказали, это имущество автоматически делится вот так пилой пополам. Половина гнят мне, половина гнят тебе. Ну, если их семь, значит не аккуратно получилось. Теперь они говорят, а получается это действительно не аккуратно. А зачем нам это? Вот мы уже разделили, всё, разделили уже. К закату пошли, подписали бумаги, всё вот это вот. Да? Теперь мы два самостоятельных человека, всё. Уже нигде нет никакого папы. Всё, свобода. Значит, каждый это самое, свои ягнята, свои козлята. Ну, потом мы через полчаса мы понимаем, что мы же dope сделаем. На самом деле, зачем? 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 У нас прекрасное отношение, можем пасти это стадо совместное, это будет гораздо удобнее. И вот тогда получается, что они сливают это имущество в общее изначальное имущество. Они как бы возвращаются к изначальному состоянию, но не лично. Лично-то они обратно каждый за себя. Поэтому они хейвимбатарбон. А вот имущество их вернулось к первобытному состоянию. И поэтому они хейвимбатарбон. То есть они завели дело в налоговом управлении и уже все. Ну, в налоговом управлении с точки зрения Кальбона, да. В общем, налоговое управление явно своего не упустят нигде. Вот я только не понимаю, при чем здесь хейвимбатарбон. Простите, пожалуйста. А у них есть вариант вернуться не в изначальное имущество, а уже как в новое партнерство? Только из-за вот этого неподеленного козленка, условно говоря, они в изначальные возвращаются? Ну вот имущество было общее. Вот имущество отца у этих братьев. Разделили, передумали, соединили, вернулись в изначальное. Да. А у них есть вариант вернуться в неизначальное, а как будто в новое, как мы вначале говорили? Или это им невозможно? Интересный вопрос. Я не знаю. Сейчас посмотрим на самом деле. Сейчас. Я не поняла вопрос, Денисов. Вопрос Денисов такой. Если они все же поделили, изначально поделили пилой пополам. То есть как бы тлоим пополам баранов, пополам козлов. То могут ли они сделать все же такой трюк, чтобы избавиться от этого МАСЭР, МАСЭР БИМА. То есть как бы слиться логически в неизначальное состояние, а в состояние партнерства. Вопрос интересный. Да, вообще, кстати, правда непонятно, а почему они сливаются в состояние первоначальное? Почему его не назвать партнерским состоянием? Сейчас очередь. Только из-за того, что они делили по ягнятам и по козлятам? Только это критерий? Ну да, Анна, я то же самое. Да, это вопрос верный. Давайте в нем разберемся. Эл Шахилко пишет. Шумбадамим. Гдаим канагет яшимскеним. Огенагет лаим. Битлуми эм шем яруша. Битлуми эм шем яруша. Они делят по деньгам. Они становятся покупателями. Они как бы покупают козлов за баранов. Это то предыдущее деление. В яких озвучили штатфу. Ахаво, кэ лакагзе бешилео. Вен бешук. Вен ашук, вен ашук. Вен ашук, вен ашук. Да это все равно, что они купили этих козлов и баранов на рынке у третьих людей. И потом, как бы партнерство. Вэээкан одэшэм твисатабай. Язэшэм шутафуд. А вээхакут лаим кэнэвит лаим, даим кэнэвит даим. Дэзэ умишпат Яруша. Дэзэ умишпат Яруша. То есть, как бы, изначально делить наследство нужно именно так. Да, то есть, по умолчанию наследство делится пилой пополам. Баранов, как бы, ну, как бы, всех баранов посчитаем, делим число пополам и разводим их в разные стороны. Это настоящий дележка наследства. То, что они могли бы сделать некоторую хитрость и подменить там одного казалось другим баранам, это уже их свободный договор между собой. Это все равно, что рыночные отношения, как пишет Раши. Все равно, что они просто купили этого барана. Ну, друг у друга, в данном случае. Это уже не раздел имущества. Вот, что важно подчеркнуть. Вот. Ну, когда они, значит, делят все пополам. Дэзэ умишпат Яруша. Их так. Их так. Их так. Их так. Их так. Их так. �. Их так. Их так. гавры потажут. Раши не дают ответ на эти вопросы. Значит, тут надо подумать. Тут явно какая-то выгода есть в том, что они вернули это в первобытное состояние. Может быть, наоборот. Может быть, речь идет о том, что они освобождаются как раз от Кальбона. Но ведь в первом случае они же тоже освобождены от Кальбона. Как в первом случае? Нет, в первом случае совершенно нет. Если они поделили... Все. Теперь вопрос о том... Нет, пока они не поделили, понятно. Они освобождены от Кальбона и Хэйвимба, Масса, Эльбима, это понятно. До того, как разделили, понятно. Вопрос, как они делят. Они уже разделили... Вот они разделили уже. Вопрос, как они разделили. Если они разделили... Прикинули на счет от деньги, который все это дело стоит. Да? Поделили сумму прописью пополам. И начали оценивать сколько каждого разного падает в эту сумму. Это даже не важно. Какие там козлы, какие там овцы. Может быть, там рабы еще туда же. Может быть, кто-то землю пропочел, а кто-то скот. Так тоже бывает. Но главное, что они поделили по деньгам. Вот. У нас где-то уже это было. А, это было в другом трактате. Если они поделили по деньгам, то это получается, что это тот самый расчет, который мы производим на рынке, покупая имущество. То есть, они как бы купили друг у друга часть имущества. То есть, они теперь уже больше не наследники, а как бы приобретатели, покупатели. Да. Да. Значит. Теперь. Если это один случай. И тогда все как бы... И тогда работает соображение Мишны. Так обычно, кстати, и бывает. Редко, когда люди делят наследство, деля наследство, не учитывая денежную стоимость происходящего. И что, Мишна? Ну, вот у тебя два кота, как бы, да? А каждому по коту. Так, подожди, да, я понимаю. И в этом случае, когда они так сделали, то... Тогда работают соображения Мишны. Тогда они... Тогда они... А второй случай... А второй случай... Это интересный случай. Интересный случай, когда они действительно делят, как теоретически положено делить наследство. Отца тебе, отца мне. Коза тебе, коза мне. Кошка тебе, кошка мне. Коза тебе, отца мне. Ну, и так далее, да? Это дележно... Вот это дележно наследство, а не покупка на рынке. Так пишет Раши. Это и есть у рота и руша, как бы, да? Вот так делят наследство. И в этом случае они все равно... В этом случае Папа Ланн считает, что слившись обратно в экстазе, они сольют это в одно общее имущество папина. И вот так и слиют рассматриваются. Хотя фактически, на самом деле, они эти два способа деления, реально, после того, как они сольются, ничего не изменят. Не изменят. По количеству, по общему, это все равно останется то же самое. Да. Ну, или нет. То есть мы можем слить часть имущества. Не, ну, хорошо. Вот, вот это вот, кстати, возможно, ответ на вопрос Дениса. Если мы оставим часть имущества у себя, кошку, например, вот мы поделили все, как бы овец, козлов, там, ну, да, да, все, все поделили, да? И там нашлись два кота. Один я забрал себе, а другой брату отдал, правильно? Теперь мы все обратно слили, а котов оставили. Что тогда? Тогда это не будет то же самое имущество Папы, правильно? Потому что коты-то, коты-то, брось. Или кот сдох. А? Или кто-нибудь один и сдох. Или нет? Тут тогда не... Да не важно, и сдох он или не сдох. Не важно. Важно, что это не то же самое целое имущество. Важно, что... Но если они даст, или все обратно, то получается, тогда это нету разницы, каким образом разделяют. Правильно? А вот в точке зрения равнодина есть. Нет, я понимаю, что есть, ну вот, галахическая такая вещь, разница, но по факту, вот если они посмотрят на слившееся имущество, оно будет одинаковое, независимо от того, а? Ну да, оно будет, да. Да. Ну что? Ну, опять, да, это же, собственно, в этом сайпуэнте он говорит, вот Раванан здесь, тут нужно видеть, что Раванан здесь говорит Ешбрараб, потому что, разделив вот это имущество вот так пополам, каждый из них может сказать, это и есть моя изначальная доля. Хотя это через полгода после смерти папы произошло, да? Она не такая изначальная, ну, в смысле, она не изначальная, не в тот момент, когда папа помер, они уже сразу над группой делят котов, правильно? А не потом, они папу похоронили, шиво отсидели, почесали репу и его тогда делят. Но уже поделив, они говорят, это и есть та самая изначальная, от начала времен мне полагавшееся имущество папы. Так? Это то, что он говорит. И это означает Ешбрара. А Равнахман говорит, да, вот следующее высказывание, да, Равнахманамар, афилу хилку кдаим кенегер кдаим, а тлаим кенегер клаим. Эйну мэр же хилку амагея мишаан, шон алеках. Даже если они поделили этих собачек пополам, кошек пополам, значит, овечек пополам, да, то нет, они все равно не один из них не могут сказать, это моё изначальное имущество. Нет, это сознательный выбор, прямо сейчас сделанный. И это значит Эйнбрара. И тогда как же он говорит там, что Ешбрара? Да? Мы эту делёжку вспомнили только затем, чтобы разобраться с водой. С водой-то Равнахман говорит последнее его высказывание про то, что каждый, кто набирает воду из партнёрского колодца, после набора воды считает, что он набрал собственную воду, а не чуть-чуть собственную, а чуть-чуть чужую. Логически. Имущество, оно там, нам даже не важно. Логически. Вот. Теперь, и это означает Эйнбрара. А здесь он говорит, нет, он не может сказать, это была моя отца с того момента, как умер папа. Потому что Эйнбрара. Значит, получается, что здесь он топит за Эйнбрара, а там он топит за Эйнбрара. Проблема. Элла. Декули альма бирде эвкера и у. А, вот, всё, мы наконец вернулись в колодцу. Бросили овечек. Найфет с овечками. Надо будет разбираться где-то там в Бахорот, или я не знаю где. Вот. Элла декули альма бирде эвкера и. То есть, теперь понятно, что равнах он не может считать, что это бирде шутафа. Что это партнёрский колодец. По всем источникам получается, что это эвкерский колодец. Что это ничей. Колодец паломников не принадлежит никому конкретно. И мы приходим ровно к тому вопросу, который то ли Аня, то ли Денис, я не помню сейчас, кто задал выше, по поводу того, что будет, если я пошлю кого-нибудь поднять для меня вещь, ничью вещь. Один считает, что приобретает пославший. Другой считает, что приобретает посланник. Вот именно по этому вопросу, и разошлись равнахман, там не помню с кем, с равширшим. На предыдущей странице. И именно про Денеев Керп, про то, как следует обращаться с ничейным имуществом. Вот мы с приятелем идём по дороге, нашли кошелёк. Ещё даже просто, лучше просто монету. С кошелёком заморочек, потому что это может оказаться макия. А монета не может. У монеты, как правило, нет опознавательных знаков, значит, она принадлежит, с самого начала принадлежит нашедшему. Она считается эскетом. Могу ли я сказать принадлежителю, о, я нашёл там деньгу, пойди сходи, мне отдай. Кому будет принадлежать монета, когда он её возьмёт? Мне или ему? Ну вот, значит, один считает, что мне, а другой, что ему. И то же самое с водой. Если я посылаю кого-нибудь за водой, вообще, ну не в общественной, а вот в ничейной колодец, то чья будет вода, когда она его навиняет, его или моя. И соответственно, куда она сможет ходить, как он или как я. Вот в этом, собственно, я разногласен. Это вне отлично? Да, то есть, а в праздник она потом уже перейти не может к следующему. Да, да, именно так. Именно так. То есть, как бы, если её, тот, кто её приобретает в этот момент, приобретает её на весь праздник, как бы. Он может ей, его там отдать, подарить, напоить, напоить, там, чужих козлов, неважно, но, но, логически, она будет принадлежать ему. На весь праздник. Внятно? Анька? Да, да, да. Ну, вроде бы. Ну, есть вопрос? Если есть вопрос, скажи его. Не, ну, как бы, я вот, я не поняла, что ты в конце оставила это как вопрос. Вот они, в чём они, о чём они спорят. Почему? Вроде как уже не вопрос, это уже ответ. Что если, что если это ничейный, и он... Он должен быть ничейный. По всем, по всем понятиям выходит, что колодец паломников ничейный. Не партнёрский, а ничейный. И поэтому тот, кто из него начерпал, это тот и хозяин. Нет. И вот тут, и вот тут у нас будет разница, что как мы обращаемся с ничейными вещами. Есть ли там шлихут, есть ли там можно ли послать другого человека, приобрести его для тебя. Как с невестой. Да, с невестой можно, известно. Да, я могу послать другого человека, чтобы он передал девушке кольцо, но сказал ей, что обручена она не ему, а мне. А с водой так может? Она и будет, а мне такой вопрос. Так я сказал, что осталось. А с водой полет равнахман и равшеншин. Равнахман считает, что посланник может быть. Равшеншин считает, что кто первый взял, того и тапки. Ну да. Нет, я так и сказала, что вопрос остался. Ну да. В смысле, остался спор. Ну да, да. Просто выяснили, в чем он состоял. Вот это был ответный вопрос бумаги Камепалки, да, который мы там задавали там, да. В чем их принципиальное расхождение? Что, какая идея не дает им согласиться? Вот какая. Идея отношения к бесхозному имуществу. Как устроено приобретение бесхозного имущества? Может ли оно приобретаться через посланника? Один считает, что да, другой считает, что нет. Так, кто будет читать? Шмуляк? Извините, а можно на этой точке еще чуть влезть? Просто, поскольку не знаю. Вообще, оно, когда-то где-то бывает механизм с бесхозным объявлением словом. То есть, я вот вижу что-то, я там, например, вот кричу, вот это, я там вижу монету, она моя, я не подошел. Нет, 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 это точно нельзя. бесхозный муч, чтобы приобретаться бога при поднятии. Только, все, понятно, что-то. Физическим взяться, нет, нет, конечно, конечно, нет, ты не можешь, ты не можешь сказать, это вечные-вечные были споры в детстве, кто нашел гриб. Кто его увидел или тот, кто сорвал. Так вот, нет, это вот тот, кто сорвал, логически, логически, тот, кто сорвал. Все, спасибо, понятно. Вот, вопрос, могу ли я действительно попросить кого-то сорвать для меня гриб? Вот это вот вопрос. Так, ну, хорошо, что-то мы... Все-таки еще последнюю вещь опять по этому же вопросу. То есть, Гемара этот вопрос, это оставляет вот в этом состоянии, что есть такое мнение, есть такое мнение. Правильно? Ну, разумеется, потому что они не согласны, как бы, они же и не согласны. Да, если бы у нас нашлись решающие аргументы против какого-то из мнений, ему бы скажут, юж-то там решение типа того, убили бы его. Здесь нет у нас решающих аргументов. Мы не знаем, как на самом деле. Спор. Можно посмотреть, можно посмотреть, как аллогически он решается. Вот я сейчас посмотрю. аллогически он решается, что посланничество есть. Шурхана Рухи, ну, что называется, внизу приводит Шурхана Рух, аллогически решается, что тот, кто, что если я попросил кого-то поднять для меня ничейную вещь, то он может приобрести ее для меня, а не для себя. Да? Да. Вот. Хорошо, давайте быстренько мешну, кто шмой вы. Да, хорошо. мешаю перотав баиры ахэрит, ваарву в ней, ваарву в ней, ваарвиец ло перотав, ло эвіу ло, ваим арев, гу перотав камогу. то есть у кого-то были фрукты, пирот. Ну, какие-то, да, какие-то плоды, не обязательно фрукты, это может быть из зерно, например. Плоды. Жители ближайшего города хотели дать ему возможность привезти эти фрукты в город, сделали рув для него, субботний праздничный рув, могут сделать этот рув для него, чтобы он привез. Нет, чтобы они ему принесли, я так понимаю, значит, так получается, что у него есть его фрукты. Вот два города на одностоянии, двух километров друг от друга, да, значит, здесь живет человек, а здесь лежат его вещички, да, и эти друзья, как бы, у которых они лежат, решили сделать ему одолжение, принести ему это, это, они сделали рув вот здесь, по срединке. Все следят за моими руками? Ну, ну, что бы... Вот, я так мог бы на доске нарисовать, но у меня на стенке мне не очень хочется. Вот, значит, вот, они сказали, это все рув. Вопрос, могут ли они донести до него, как бы, эти плоды? Ответ, нет. Это его плоды, они не могут их носить, так как он не может их носить. Но если он сам сделал рув посредине, то он может дойти до этого города и принести, или даже, или даже они ему этот вопрос, так сказать, да, они, наверное, не могут, не знаю. они могут, если они тоже сделали рув, тогда они могут, но это зависит от его рув, в первую очередь. Подожди, я просто, я не поняла ситуацию, они сделали рув для себя, чтобы иметь возможность идти? Нет, они сделали рув для себя, чтобы иметь возможность принести ему плоды. плоды. Да, но в смысле, что они могут, а почему они не могут ему принести? Потому что эти плоды не могут идти дальше. Но подожди, они могут с этими плодами отойти на километр от своего города. А вот это не факт. Почему не факт? А потому что Мишна говорит, перутавка мол. Они с этими плодами никуда не могут пойти. В смысле, они не могут пойти с плодами другого человека, с вещами другого человека? Да, с вещами другого человека. Не то, что предназначено, а просто с чужой вещью они тоже не могут. конечно, мы разбирались раньше. Но мы там разбирали, ага. Но тут ситуация такая, что вроде бы как он им доверил эти фрукты, они готовы ему их принести, но даже для этого они не могут сделать такой, ну в смысле, ррук они сделать могут, и сами они прийти к нему могут, а плоды нанести не могут. Для этого он сам должен сделать ррук, чтобы к ним, чтобы эти плоды могли двигаться так, как он может двигаться. То есть, могу привести пример. В Бенебраке ОЦР, то есть, закомендантский час, в Романках помочь людям привезти еду, но они не могут сделать ррук для этого, для Бенебрака, чтобы привезти еду для Бенебрака. Нет, могут, потому что это их еда. А, а если бы было его? Если бы это была Бенебраковская еда, то не могли бы. Если на момент наступления, вопрос, кому принадлежала эта хрень на момент наступления праздника. Если она принадлежала Бенебраковцам, то есть, если, вот, например, армия обороны ЗЛ, мой личный сын, как бы, разносил под Бенебраку еду. Честное слово, в самом деле так и было. Вот. Сейчас он вернулся ненадолго домой. Вот. Если армия обороны ЗЛ перед праздником объявляет, что эта еда принадлежит Бенебраку, ну, там, не важно, жителям Бенебрака Башутофу, не важно. Да? Вот тогда, вот тогда, вот тогда плохо, тогда опять плохо. Тогда они ничего не могут принести. Но если они считают, что эта еда принадлежит армия обороны Израиля, и армия обороны Израиля сделала специальный руд для того, чтобы принести ее Бенебрак, вот тогда она может принести ее Бенебрак и как бы своей едой кормить Бенебраковцам. Теперь все понятно. Вот так получается. Продолжаем Мишну. Да. Дальше Мишна. Миша Зимен Эц Ло Архим Ло Йолихуб Ядам Манот. Эла имкен Зикала Эм Манот Манот Эм. Вот это вот, вот это вот тот самый классик, вот ровно то, о чем я говорил, да? То есть, кто пригласил гостей к себе, они не могут взять подарки и еду свою и еду вот они поели попили, там осталось еще дофига. Он говорит, ну, заверните себе, берите, а они не могут. То есть, завернуть-то не могут, а унести не могут, то есть, не могут унести туда, имеется в виду, не могут унести, куда он не может ходить, имеется в виду. Они пришли из другого города, сделали специальный рув, чтобы к нему прийти. и вот он хочет им завернуть, как бы завернуть с собой ту оставшуюся индейку, которой они не доели. Они ее не могут унести туда, потому что не могут. ЛМК. Подожди, но ведь когда он дает им эту индейку, когда они сидят у него дома, когда он ему дает, разве он тем самым не отдает им эту индейку в их полное владение? Нет. Если все получается в Йонтах, то вопрос только кому принадлежала эта индейка на начало Йонтах? Ты не можешь аллогический имущественный подарок ты можешь сделать, аллогический нет. В этом все разе. Мы всю дорогу это обсуждаем, что имущественные права и аллогические права это разные вещи. То есть ты как бы дать им эту индейку во владение на съедение можешь, а разрешить им переносы в субботу нет. Кроме того случая, который говорится ниже. Да, Шмой, переверите, пожалуйста. то есть он им позвонил перед началом праздника сказал, вот я вам дарю еду. если он не не разложил это все по коробочкам и не сказал неважно, он мог даже им не звонить, это как раз неважно, и не сказал над этими коробочками волшебные слова. Это коробочка приближит Шимону из Бнеймрака, а это Леви из оттуда. или даже из другого города с другой стороны. Там даже уже неважно, смотрите, а как получается. Вот он живет посредине, в городе, который находится на двух километрах от соседнего слева и в двух километрах от соседнего справа. Я, правда, перепутал право и лево, но неважно. Эти ребята, которые заранее приглашены к ним в гости, они делают урув к нему. Они могут к нему прийти, они пришли, поели, попили, а потом, значит, они выходят у него из дома, а он уже стоит с коробочками, на которых написано Леви и Шимон, и говорит, вот Леви твоя коробочка, вот Шимон твоя коробочка, и не волнуйтесь, за три минуты до наступления праздника я сказал, что это коробочка Леви, это коробочка Шимона. Теперь вы можете их нести к себе. Вот так это устроено. И это и есть, это то, что мы обсуждаем три или четыре мешных подряд, как разделяются имущественное владение и геологическое. Так, давайте войдем немножко в Гемару, у нас есть сколько-то времени, да? Есть немножко. Итмар Амавкит Перота Цэл Хагоро Рав Амар Кераглей Миша Ивкидуло Ушмэль Амар Кераглей Амавкит. Значит, он оставляет на сохранение еду, то есть... Ну, какие-то, да, какое-то среди. У своего товарища Рав говорит, что он, эта еда может идти с тем, кто дал на сохранение, то есть хозяина. Ашмоль говорит, Кераглей Амавкит Нет, наоборот. Рав говорит, вот этот человек, у которого находится сейчас эта еда, он может ее нести, куда он может идти. Ашмоль говорит, что эта еда ходит с тем, кто положил эту еду на сохранение. Да, да, значит, да, значит, нужно опять же понимать, что не физически ходит, а логически. Да, если оба они живут в одном городе, то без разницы, то они, эти ребята, которым он еду оставил, они могут ее носить. Ну, например, чтобы она целее была, да, мало ли там оставил какую-нибудь, я не знаю, банку красной икры как бы в холодильнике, а ее мало ли кто там потом возьмет. Вот, так-то ее кармашек и все на голову, ну, не важно, и куда-нибудь еще с ней. Вот, и так можно, если они вместе живут, а если они живут в разных городах, то нельзя. по шмулю, а по эму можно. Слушай, я не поняла немножко, что значит гамавкид, перут? Ну, смотри, вот у меня есть банка красной икры, допустим, предположим, у меня есть яблоко, как буратино, да, у меня есть яблоко, я даю тебе это яблоко и говорю, Аня, вот это яблоко, это очень важное для меня яблоко, пожалуйста, сделай так, чтобы оно никуда не попало, я через три дня приду и возьму у тебя его, да, тем временем уступает праздник, например, Песох, и вопрос, можешь ли ты, а ты действительно, ты очень человек ответственный, как мы знаем, и это яблоко ни в коем получше не хочешь потерять, а погулять вокруг своего ногдема хочешь, вопрос, можешь ли ты взять яблоко с собой, чтобы оно не пропало, с точки зрения рава, можешь, с точки зрения шмуэля, нет, потому что я живу в Иерусалиме, я живу в Иерусалиме, не пропало, но не пропало, значит, у них вообще такая система, у них такая шрита, что и каждый из них идет по ней, как и во всех других случаях, у них есть какие-то похожие случаи, которых они точно так же решили. Вьетнан, им их низ берешут баллахатцер хая, лаула майно хая, батши и кабель, алаф балла байт бешмор. Если ввели какое-то имущество, то хозяин двора, он ответственный за имущество. Не-не, секундочку. Если если я если я занес, то тут это это уже примерно за ким, да, что если я занес свою клубнику в твой двор, спросив разрешения, я спросил, могу ли я поставить в себе ящичек клубники? Ты говоришь, пожалуйста, ставь. И тут приходит твой козел и съедает мою клубнику. Кто виноват? Кто должен платить? Владелец двора должен платить. Теперь обратный пример. У тебя есть клубника, а я решил поставить к тебе козла. Ты мне разрешил, сказал, пожалуйста, я не возражаю против твоего козла. Теперь мой козел съел твою клубнику. Кто виноват? Ты опять виноват. Я ничего не должен платить. Ты мне разрешил ввести козла? Все, привет, свидание. Это называется Бааа Ха Цуэд Хаям. Или если наоборот твой ребенок подстрелил из рогатки моего козла и выбил ему глаз, значит, ты опять должен платить, потому что ты разрешил поставить козла. что мы сказали раньше, он не обязан заплатить ущерб. Он платит ущерб только в том случае, если он обязуется хранить этого козла и эту клубнику. Да, он должен взять дополнительные обязательства. Он не просто разрешил поставить козла или клубнику у себя во дворе. Если он просто разрешил, то ты продолжаешь нести за нее ответственность. В смысле владелец клубники или козла. Но если он сказал да, я поберегу и постражу твою клубнику, вот тогда он будет обязан. Это так, это раби. Раби. Вот они нашли эти шитоты как бы, да, вроде как. Рабуна говорит, что со слов Рабуна, а Рабуна со слов Раба говорит, это Раб говорит, собственно. Что Аллаха как сказали мудрецы. Мудрецы сказали, что в любом случае ты обязан заплатить, да? Да. Ишмоль говорит, что Аллаха как Раби, то есть ты должен обязаться сторожить чужое имущество. Если обязаться сторожить, то он как бы становится временным владельцем этого имущества. И тут они пытаются смешать, обратите внимание, что они здесь делают, они пытаются смешать опять эти логические имущественные права. И сейчас будут обратно разделять явно. Потому что он сказал, когда они говорят скажем ли мы, что здесь и тут одно и то же. Сейчас они явно скажут, что нет, не одно и то же. Это разные вещи. Потому что они здесь понятно, во втором случае речь идет об имущественных правах, а в первом случае о логических. их. Да? И вот сейчас посмотрим, будут ли они как-то с этим. Подожди, но это интересно. Тем, что человек говорит, окей, я обязуюсь сторожить твоего этого козла, тем самым козел становится его, как бы? Да, самым временно он становится его. А может быть... В плане ущерба. С точки имущественной ответственности он становится его. А может быть тут закон Шумер Хинам, Шумер Бесахар. Да, мы сейчас не будем входить в это во все, но с точки зрения имущественной ответственности он, да, становится его. На то время, пока он у во дворе. Амар Лах Раб Манаде Амри Афилу Раби и сказал Раб мы, что я говорю, что даже я тоже согласен как Раби? Так, секундочку, не, не, секундочку. Мы тут не, нет, мы пропустили кусок. Лима Раб Дамар Хараб Вашмуэль Амар Хараб Он вроде так и сказал Раб в этом и говорили. А, в смысле, в первом случае, имеется ввиду в первом случае. Ага. Нет, непонятно, нет, никакого первого случая не было. Нет, нет, Светоночка. А ну, начальше. Лима Раб в первом случае Амар Хараб Вашмуэль в первом случае сказал Хараб Да, в смысле, скажем ли мы, что, в другую разу, скажем ли мы, что оба эти случая параллельны, как бы, соответствуют друг другу. Что, что в первом случае Амавке Пероцель, Пероцель, Раба Мак, Караглей, Миши, Вкидулу. То есть, они как бы приобрели не только имущественную ответственность за эти плоды, но и элогическое право их носить. Ашмуэль говорит как Раби, да, если он просто оставил у них плоды, и они не приняли за них никакой ответственности, то они все еще остаются как имущественным, так и элогическим владением того, кто их оставил. Это понятно сейчас, вот то, что я сейчас сказал? Что это значит? Раб сказал бы тебе, понятно, что дальше продолжается спор виртуальный. Раб и Шмуль умерли давно. Вот, теперь, Раб мог бы сказать в первом случае. Что я, 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 то, что я говорю верный про Раби, верный по Шитакраби. Да? В том смысле, что, что даже если он принял на себя обязательство хранить, он все равно, сейчас, секундочку, наоборот, сейчас, секундочку, да, то, что он имеет право их носить, наоборот, это даже, это верно, даже, даже по Шитакраби, даже если он не принял на себя ответственность их хранить, он все равно имеет право их носить, вот как. И дальше он объясняет, посмотрите. Аткан, ло, каамар, Раби, Атам, элабе, дистама, ло, кебель, алеха, нитирута, а валаха, ка, ка, ка бель, алея, нитирута. Вот он, как имеет в виду, теперь понятно, более-менее, да, хотя, это никак не до конца понятно. А, ну, когда он говорит и в кид, да, он говорит, что, что он говорит, здесь, здесь не древательство о Раби, Раби Рабонан, да, он говорит, что там, где говорится об имущественной ответственности, важно, ну, с точки зрения Раби, важно, принял ли владелец этого двора в себя обязанность ее сторожить, на Кирота. Но здесь, когда он, когда говорится прямо и в кид, это и значит, что он принял на себя обязанность их сторожить. А скажи, так если он принял обязанность сторожить, значит, он приобретает галактическое право насилия? Так, так подтверждает Раб. Посмотрим сейчас, что говорит Шмуэль, это еще интереснее. Шмуэль Бануэль не говорят, они говорят даже про то, что один человек своего вола поставил в чужом двору. в том случае с имущественной ответственностью. Получается, что когда человек дает согласие, когда человек, хозяин двора, дает согласие на то, чтобы я поставил своего быка в его двор, этот хозяин отчетливо понимает, что мне удобно поставить туда этого быка. Потому что я не буду платить за учеб. И если он соглашается, значит, он уже принимает на себя эту имущественную обязанность. Так Рабанан говорят в той мишне, о которой они приводят. Ну, так вроде бы по Шмулю так считают мудрецы в мишне, которое не приводит. Да и Мазикле, Михаил, если этот вол нанес ущерба в этом дворе, то хозяин вола, наверное, не платит. Да, да, не халу. Поэтому ему удобно там лежать вола. вола. А валаха, ну, если наоборот, да, ми окружай своего поля, так сказать. Ну, в общем, да, какие-то свои плоды у кого-то другого. Какое тут удобство, да, как бы никакого удобства нет, поэтому считается, что они продолжают оставаться его. поэтому они не могут выносить. Так, значит, я думаю, на этом нужно закончить в любом случае сегодня. В следующий раз мы начнем еще раз с этого места, потому что там остались явно недосмотренные моменты. Последнее объяснение я, например, понял не до конца. Вот, значит, ну, тогда мы сегодня все. То есть мы начнем в следующее место вообще всю эту гемару или... Посмотрим, посмотрим. Да, я думаю, что нужно пройтись еще раз по этой гемаре. Я смотрю, мы в следующий раз уже закончим вообще трактат. Как это закончим? В следующий раз не знаю, через завтра точно закончим. Слушайте, ребятки, у нас СИЮ на дворе. Вау, здорово. Тогда будем ... С одной стороны это здорово, с другой стороны надо бы решить, о чем мы дальше делаем. Анька, вот, давай ты включи обратно микрофон, микрофон включи. Мы потом решим, что дальше делать, но вначале мы выпьем за СИЮ. Нет, мы давай выпьем за СИЮ, уже решим, что мы будем делать дальше, потому что после выпивки за СИЮ следует немедленно выучить следующий послуг. Есть такое правило. Так что, Анька, давай мы с тобой созвонимся, например, на неделе и раскинем мозгами и подумаем, что... Проще всего начать Роша Шана, потому что она у всех есть. Это одна из опций, да. Эту опцию мы обязательно рассматриваем. А почему это? Вторая опция, которую я вижу, это... На карантине это немножко сложновато, да. Может быть, стоит все-таки действительно начать продолжить трактатом Роша Шана, потому что если у нас еще две недели... Ну, будет, еще две недели карантин. Его должны не снимать сейчас. Что, Маш? Его собираются завтра снимать карантин. Ну, не до такой степени его собираются снимать до степени, насколько я понимаю, учеников младших классов. Не завтра, а в воскресенье. Ну, не важно, а в воскресенье. Понятно. Но мы все-таки пока не ученики младших классов. Так, мы до этого не взросли. Поэтому нас, возможно, это не будет распространяться. И еще две недели мы, возможно, посидим по домам. Поэтому, если вы помните, у меня была идея, что мы можем сделать некоторые междуцелствия, как бы, получить там какие-нибудь другие куски, там, например, связанные с отношением младрецов между собой. Да, я помню, это интересно. Всем интересно. Но я не уверен, что это будет разумно делать, когда мы не можем... Я, например, очень плохо в выставлении разнообразных материалов в сеть, и мне по-любому нужно будет просить кого-то еще, так что это будет... Шурек, смотри, если у тебя есть текст, так сказать, штанзальцевский, то показать его на экране у меня нет проблем. Что, ну, текст, понятно, есть, есть у меня, есть у меня, полный штанзальцевский, почти полный, но, как бы, ты хочешь сказать, что мы можем пересылать тебе, как бы, документы, я могу сканировать документы, пересылать тебе, а ты будешь их выставлять в сеть? Мне кажется, то есть я уточню у Натана, но мне кажется, у меня нет проблем это делать, да. Хорошо, значит, давай ты уточни это у Натана, а мы с тобой на неделе созвонимся и подумаем, как мы хотим, а на следующем уроке мы это представим всем остальным, спросим общественного консенсуса, так сказать, и уже окончательно решим, хорошо? Хорошо. А вы учите только Талмуд, да, вы не учите каких-нибудь еще там Ехэскелли или кого-нибудь в таком духе? Нет, нет, мы учим прежде всего Талмуд, и я с библейскими текстами у меня, как бы, я язык не так хорошо понимаю, вот, но... Я, кстати говоря, знаю человека, извини, я знаю человека, Дима Капелевич совершенно прекрасно живет в Малиндуме, он ведет уроки по книге Иов, Йов, вот, и тоже в Зуме, и мне кажется, что у него нет, будет проблем, если есть еще желающие, так что, кому интересно, я потом пришлю лично там с... Ага, пришли мне, ладно? Угу, хорошо. Немного. Если мы берем какую-то третью тему, я, конечно, буду приносить и Медраши тоже, не только Талмуд личные тексты, но могу и тексты Медраши приносить, если они нам будут уместны. Вот. Ладно, хорошо, все, всем спасибо, все, все вам тоже. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Еще раз с нашим праздником вас всех. Спасибо. Давайте, пока. Пока. Счастливо.